Всем привет! Это видео о самых лучших, с моей точки зрения, способах ретаргетинга анимации в Блендере. Если вы знаете еще какие-то способы, то обязательно поделитесь ими в комментариях. Первый способ. Для него вам не нужны аддоны, он работает абсолютно в любой версии Блендер и абсолютно с любыми скелетами. Именно из-за его универсальности, этот способ ретаргета один из моих фаворитов. Для него вы должны добавить в сцену пустышку Сферу и пустышку Куб и связать их через паранг. Далее из этих элементов надо создать подобие скелета, где на месте костей будут находиться пустышки. Эти пустышки подключаются к ригу-источнику анимации через констраины Copy Location и Copy Rotation. Целевой риг, также с помощью констрейнов, подключается к пустышкам. Здесь вы можете корректировать разницу во вращении костей разных ригов. А также добавлять движения, которые отсутствуют в анимации источники. Чтобы не повторять все действия каждый раз, сохраните сцену. При использовании в следующий раз, вам надо будет только загрузить новую анимацию для рига-источника. Подробнее об этом способе вы можете посмотреть в видео по ссылке в описании, в всплывающих подсказках. Второй способ, это единственный платный инструмент среди всех в этом видео. Он называется AutoRig Pro. Основная его функция, как можно понять из названия, это ригинг. Но и с ретаргетом анимации он тоже очень хорошо справляется. В нем надо сделать список костей, которые соответствуют друг другу в риге-источнике и целевом риге. Установить начальную позу для рига-источника и нажать ретаргет. Все очень быстро и просто. Здесь также можно корректировать анимацию, но только на всем ее протяжении. В отдельных кадрах этого делать нельзя. Также можно делать ретаргет сразу для костей инверсной кинематики. Так движение конечности будет более приближено к оригиналу и при необходимости проще чистить анимацию. Ссылка на обзор этого аддона в описании и подсказках сверху экрана. На третьем месте метод ретаргетинга анимации с помощью нодовой системы. Это не так сложно, как может показаться из названия. Просто выделяете нужные кости, жмете кнопку и появляются ноды. С их помощью можно корректировать анимацию, а также сохранять пресеты. Это простой в использовании аддон, но нужно быть внимательным к системе вращения костей в скелетах. Они должны быть одинаковы. Или в обоих случаях эйлеры, или в обоих кватернионы. Его недостаток в том, что привязка костей происходит в локальных координатах. Поэтому точность ретаргета может из-за этого страдать. Ссылка на подробный обзор, там же где и для предыдущих двух инструментов. Четвертый способ это аддон BVH Retarget. Или как неправильно принято говорить в русскоязычном сообществе, BVH Retarget. Я привык уже говорить неправильно, так что sorry за мой английский. Этот аддон работает только с файлами BVH, но зато у него есть мощные инструменты для редактирования анимации. С их помощью можно корректировать анимацию как на всем ее протяжении, так и на выбранных промежутках. Есть даже специальный инструмент для устранения плавающих ног, что часто бывает при использовании файлов захвата движения. Иногда я делаю ретаргет каким-то другим способом, а корректирую анимацию с помощью этого аддона. К сожалению, здесь нельзя самому создавать список костей или сохранять пресеты. Только поэтому этот аддон на четвертом месте. Где найти ссылку на его обзор, вы уже наверное догадались. На пятом месте оказался аддон от компании Rokoko. Он наверное самый простой в использовании из всех. Надо составить список костей для ретаргета и выставить позу рига источник. Больше никаких настроек у него нет. Но иногда у него бывают проблемы при ретаргетинге. Например, искажается форма персонажа. Из-за отсутствия дополнительных настроек, такие проблемы бывает нелегко исправить. Поэтому этот аддон занимает последнее место. Есть еще пару способов для ретаргетинга анимации в Blender, которых я знаю. Но их авторы уже не поддерживают разработку этих инструментов. Поэтому их нет в этом списке. Напишите в комментариях, согласны ли вы с моей оценкой. Или по-вашему эти инструменты должны располагаться на других местах. А также, какие инструменты вы используете в своей работе. Не забудьте про лайк, чтобы поддержать развитие канала. И про подписку. Всем удачи, пока.